Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам ребенка Елена Сапаркина. Елена Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Елена Владимировна, вы работаете уполномоченным три месяца. Вот сколько уже за это время к вам поступили обращения и по каким вопросам? На сегодняшний день ко мне поступило более 100 обращений. Каждое обращение у нас принимается в работу. По каждому обращению мы проводим, если надо, проверку, принимаем меры реагирования. Но больше всего обращений, как показывает статистика, это в сфере образования, получения образования. Это устройство детей в детские сады, какие-то внутришкольные конфликты, ну и так далее. Подобные вопросы по образованию. То есть у нас люди обращаются с тем, что им очередь в детский сад дошла, но им места не дают, да? Вот такие вот обращения. Да, они просят определенный детский сад, чтобы ребенок посещал, либо по переводу в другой детский сад. В основном это такие обращения. Еще обращения, вот вы сказали, по школам. Какие вопросы по школам? По школам это немного обращений, три обращения, но по реорганизации дошкольных или школьных учебных заведений, образовательных, простите. Здесь поднимается вопрос о том, что родителям не совсем удобно водить ребенка в школу, в начальную, которая будет функционировать в другом здании. Либо, наоборот, родители беспокоятся о том, что вообще закроется школа в их деревне или селе. Ну, такие вопросы решаются, как правило, положительно. Школа не реорганизуется, просто с родителями не в полной мере была проведена предварительная работа, ну, разъяснительная работа. Елена Надьевна, ну, наверное, одни из самых таких острых вопросов – это вот жилищный вопрос, да? Сейчас идет переселение, активно идет переселение из аварийного ветхого жилья. В сентябре эта программа должна закончиться в Чувашии. И у нас все исполнительная власть рапортует, что все закончится благополучно, что все будут переселены. Но есть ли случай нарушения прав детей в данных вопросах? По переселению из аварийного жилья по факту нарушения прав детей нет. Но здесь хочется отметить, что при переселении из аварийного жилья переселяются в районы с неразвитой инфраструктурой, такие как проезд Соляной, например. Там, конечно, будет со временем и школа, и детский сад, и поликлиника. Но пока это только на этапе планирования. Люди уже живут сейчас, дети ходят в детский сад сейчас, и в школу они тоже ходят сейчас. Поэтому у родителей возникает обеспокоенность тем, что их переселяют в этот район. Но по заверению администрации города Чебоксара все будет в порядке, все просьбы удовлетворят жителей. Вот вопрос по нарушению прав детей возникает в отношении переселения из самовольно возведенного жилья. Здесь уже при переселении граждан не учитываются нормы площади жилья на одного человека. К сожалению, действующим законодательством это не предусмотрено. Им предоставляют квартиры по договоренности застройщика. И сейчас выявляются такие случаи, что при переселении из жилого дома, допустим, площадью 66 квадратных метров, семья из пяти человек переселяется в квартиру 33 квадратных метра. Естественно, жители этих построек недовольны. Они согласны проживать и дальше в своих домах, в своих нажитых местах. Но, к сожалению, действующее законодательство не позволяет этого делать. Как вот, ну, понятно, что пять человек не могут жить в 33 квадратных метрах. Это квартира-студия, по большому счету. Там только жилплощадь и туалет с ванной более-менее. Как действовать в таких случаях? Как вот людям помочь? В таких случаях помочь можно одним способом. Это внесение изменений в действующее законодательство, во-первых. Во-вторых, это застройщик должен все-таки учитывать интересы переселяемых граждан и предоставлять квартиры с большей площадью, пока не внесены изменения в действующее законодательство. Поэтому это вопрос, конечно, сложный, но, думаю, что разрешимый. А это где, в каком районе, в каком муниципалитете такой случай? В Мясокомбинатский проезд. В Шанхай? Да. Ну, там, наверное, очень много таких вот вопросов, потому что там действительно все самовольные постройки. Да, поступают коллективные обращения. Некоторые уже по третьему, по пятому разу обращаются, ходят по всем инстанциям. Но пока, вот, к сожалению, положительно не решается вопрос. Елена Надимировна, один из таких, наверное, злободневных, очень актуальных вопросов. Вот недавно поступили сообщения о том, что дети летом падают из окон. Да, к сожалению, такое есть. И вот за минувшие выходные, когда потеплело, стали люди открывать окна, уже имеются три случая выпадения детей из окон. Один случай с восьмого этажа, ребенок пяти лет упал, к сожалению, летальный исход. Два случая, дети живы, слава богу. Один со второго этажа, другой с четвертого этажа. За их жизнь борются медики, состояние у них стабилизировалось. Но здесь хочется отметить печальный факт. То, что двое из этих троих детей, которые пострадали в эти выходные, находились без присмотра родителей. Поэтому большая просьба к родителям. Будьте очень внимательны, берегите своих детей. Никогда не оставляйте их без присмотра в комнате, если у вас открыты окна. Если у вас дети умеют самостоятельно открывать окна, поставьте, пожалуйста, какие-либо защитные устройства, чтобы они этого не смогли сделать. Потому что ребенок, он по своей природе любопытен. И он всегда будет лезть туда, где ему интересно. И даже если он не проявляет интереса к открытым окнам, когда зимой или осенью, если окно открыть, он обязательно поинтересуется, а что же там такое, я хочу посмотреть. А москитная сетка, к сожалению, это только иллюзия защиты, и она его не спасет. Да, это печальная, конечно, статистика. К сожалению, опять мы начали считать количество детей, выпавших из окон. Лена Надьевна, вот такой вопрос. Вы на минувшей сессии, на прошлой неделе выступали перед депутатами Государственного совета с докладом о проделанной работе. Вот что в этом докладе отмечено? Может быть, какие-то вопросы вам задавались депутатами? Над депутатами задавались вопросы общего характера, какова эффективность работы, как ее повысить. И частные вопросы, которые, я думаю, широкой публике не будут интересны. В отношении доклада здесь затрагивались вопросы образования, вопросы опеки-попечительства, исполнения обязанностей органов опеки и попечительства. Также затрагивались вопросы жилищные вопросы. Затрагивались вопросы обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь, начиная от питания детей в образовательных организациях, либо на домашнем обучении, которые находятся. И заканчивая вопросами разработки индивидуальной программы реабилитации, когда в ней не прописывались необходимые средства реабилитации, которые были необходимы ребенку. Ну и много других вопросов. Потому что сфера деятельности уполномоченного затрагивает все вопросы, которые касаются детей. И по каждому из направлений есть обращения, есть результаты работы, есть положительный опыт. Ну то есть нельзя говорить о том, что институт уполномоченного неэффективен, как, наверное, пытались сказать некоторые депутаты. Нет, я думаю, что он эффективен, потому что работая на этом посту три месяца, уже есть достигнутые результаты и положительные результаты. Я думаю, что их будет еще много. Спасибо большое, Елена Надировна, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы желаем вам дальнейших успехов. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо за внимание. Я напомню, что сегодня гостем программы «По существу» была уполномоченная по правам ребенка в Чувашии Елена Сапаркина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова